снова откручиваем аккумуляторы чтобы их перетащить на урал завести ваню да ванюша нам нужен срочно в общем к этому моменту гена здесь уже все разобрал так кардан задний этот передний на продажу ну вот это центральный как он считается короткий в общем короткие длинные можно сказать цилиндры поворотные вытащил уже гена здесь вот как правильно называется вот эта часть железяка на этой железяке очень много выработки так это не то это просто смазка вот трубу шарнир надо отправлять на ремонт здесь ответную часть уже открутили остается вытащить вот эти пальцы гена 2 нижняя и верхняя рукава высокого давления тоже все отключил электрику проводку тоже отключили вот тут одна фишка всего лишь удобно сделали до гена раз открутил и все подставки надо буду еще до но бы там самое тяжелое вот заднюю полу раму оттащить назад закумулятор перетащим туда заведем ванюшу и пригоним сюда так включили массу воду залили масло уровень проверили двигатель еще вчера да ладно вот это двигатель вот это вообще даже морседес рядом не стоит как он завелся вы слышали это просто просто бомба я всегда поражался с этой машины урок как заводит он сколько стоит он год стоит до полгода и заводится просто изумительно я не знаю как будто какой-то инжекторный двигатель заводится вообще прекрасно кто бы сомневался двигатель у него просто замечательный сейчас надо еще как то выехать здесь в принципе и так то много снега но она затвердевшая уже ну задние колеса там наверно тоже замерзли может уже все равно под снегом стоит сейчас наверно воздух накачает и будет трогаться это вот пытается тронуться пробуксовывают кстати сзади блокировок нету и вообще непонятно задняя ось вообще крутит нет почему то только средний ось с этой стороны крутится вряд ли он выйдет придется дальше откапывать по чуть-чуть сейчас бегаем за лопатой еще а я тут думал как бы сейчас выйдет тут покажет оказывается не в том состоянии что выезжать с таких сугробов среди ось только буксует не работает в общем смотрите друзья задняя ось без редуктора она вообще не тянет перед у тоже почему-то не копает странно получается только средняя ось хотя снега то принципе нету просто нас прошлого года стоит адаска скорее всего стоит на корочке льда там скорость очень стоит буксует на месте с кабины почему-то передок не включается через рычаг гена залез под машину валялся под снегом покопался что-то сделал есть сейчас говорит о по моему передок заработал я только там сказал если передок а замыкание от винта гена как раз говорил и сейчас говорит передок не заработал значит редуктор закрылся передок вроде заработал красавец выставили кран в общем все нормально все хорошо две полу рамы отсоединили полностью все пальцы выбили спереди под вот этот под крюк поставили козлик мало ли передняя часть рамы опрокинется вперед сзади у него тоже стоит козлик задняя полу рама она висит на кране сейчас гена залезет еще натяжку даст слишком близко подходить нельзя говорит в общем выбили вот эти два основных пальцев вот они стоят весь это неприлично я вам скажу здоровые такие вот на данный момент происходит развод можно сказать обычно женитьбы называют когда там двигатель с рамой соединяет да или раму полу раму с полу рамой женитьба свадьба а тут у нас развод в общем полу раму полу рама разделяется от полу рамы хорошо понял я отойду все отошел я впереди почему-то уверен он нормально будет стоять вуза тоже нормально вот все отсоединили да теперь надо еще заднюю полу раму куда-то как-то зафиксировать установить так в этих трассах никакой надежды нет так что надо быть аккуратным все бедный трактор располовинили тебя боженьки как так ничего ничего жить будет ну вот и все друзья заклохли двигателя сегодня работа закончилась все что надо было сегодня сделать сделали вот в общем шарнир разобрали видите да здесь вон втулочка вот эта втулочка она меняется там скорее всего две втулочки один с этой стороны вытаскивается другой с той стороны к сожалению я не успел спросить у гены пока ходил по сварочным работам в общем эти втулки под замену вот она то самое шарнирное соединение которое отправится на ремонт ближайшее время здесь будет ремонтироваться вот это вот труба видите да здесь следы там износа виднеется здесь виднеется вот сильное трение было выработка есть все будет эффектоваться в общем будет туда навариваться еще сварка или наплавляться что-то определенное и растачиваться по заново а здесь я не знаю здесь втулка есть какая тоже по моему да вроде втулка тоже меняется в общем вот так вот поедет на ремонт скоро наверное будем разбирать уже двигатель в общем вот так вот на этом все всем спасибо за внимание друзья всем пока всем удачи удачи